Выставка фоторабот путешественника Олега Волынкина открылась в галерее классика. 80 лучших снимков, раскрывающих тайны Арктики, были отобраны из нескольких тысяч фотографий. Снимки были сделаны во время северных экспедиций. В течение 15 лет Олегу Волынкину посчастливилось полюбоваться красивейшими пейзажами 11 раз. Интересная выставка, интересные такие виды Арктики. Это и феорды, и те интересные вулканы потушенные, и виды моря, океанов. Конечно, удивительная выставка. Удивительные фотографии. Конечно, качество фотографий. Я узнал по секрету, что они были и отпечатаны особым способом. Это чувствуется, потому что яркие, насыщенные такие фотографии. Но все равно на первом плане человек. На фотографиях представлены берега Новой Земли и Гренландии. Необъятные просторы Баренцева и Восточно-Сибирского морей. Только в Арктике, по словам Олега Волынкина, люди становятся сами собой. И поэтому успех таких нелегких путешествий, конечно, зависит от сплоченности команды, решившей прикоснуться к тайнам самой северной точки земного шара. Арктика – это нечто необычное. В Арктике чисто все. Там чистые льды, там чистые взгляды, там чистые отношения, там нет лжи. Там есть ты такой, какой ты есть. Там не надо играть в спектакли. Грязи там не может быть, она вымерзнет, либо куда-либо исчезнет. А поэтому вот это первозданство, первозданство природы, отношений, оно постоянно влекло в Арктику и, наверное, это на всю оставшуюся жизнь. Арктика таит в себе немало опасностей. Самой сложной для Олега Волынкина и его команды оказалась экспедиция 2003 года. Именно тогда ледяная красавица испытала путешественников на прочность. Мы не знали, что такое бивни, что такое когти, что такое шторма, что такое месиво, что такое крошево льдов и как из него выбираться. Вот тогда-то, конечно, Арктика нам преподала очень хороший урок относительно того, каким образом надо идти в Арктику и что туда надо нанести. Нельзя в Арктику идти покорять ее. Ее невозможно покорить. Мы здесь временные на этой земле, а поэтому в Арктику, когда мы уходили, мы всегда просили, чтобы она приняла нас и показала то, что она имеет. Все переживания и тревоги теперь остались позади. Но путешественники готовы еще раз претерпеть все трудности и невзгоды, чтобы убедиться в своих силах и совершить новые открытия. Любовь Почерникова, Андрей Семьолков, РТВ Иваново.